Вот такой вопрос, Матфея 3, 11. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Что значит крестить огнем? Просьба подтвердить местами из Писания. Братья и сестры, одно из страшных дьявольских заблуждений, когда берется вот этот святой текст и извращают его понимание. И молятся крести огнем, молятся, не разумея чего просят. И эти люди сами себя подвергают Божьим судам, просят себе судов. В данном тексте, вот, просьба подтвердить Писание. Вот в этом же тексте Писания, 12 стих написано, «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свою и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И здесь очень все понятно, что собрать пшеницу в житницу – это спасение быть в Царстве Небесном. «А солому в огонь неугасимый» – это те, кто не покаялись, и Господь будет их подвергать наказанию вечной погибели. Это суд. Еще вот есть текст, который записан в книге Исаии 66, 16. «Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом». То есть, и тут дальше те, которые там в рощах, там всякие ритуалы совершают, и нечистые принимают, и прочее. То есть, огонь, огонь здесь имеется в виду суд Божий. Еще один текст, который Исаии 4, 4 написано. «Придет Господь и очистит кровь Иерусалима из среды его, духом суда и духом огня». То есть, прямо конкретно написано, что суд этот имеется в виду огонь. Огонь, который Господь пошлет. И в Евреям 10 глава здесь написано, 27 стих, «Некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников». Суд и огонь вместе стоят. Поэтому здесь не об исполнении Духом Святым речь идет. Исполнение Духом Святым будет для тех, кто каются в грехах, исповедуют грехи, очищаются. Вот для тех будет исполнение Духом Святым, крещение Духом Святым. Туда Господь их погружать будет, в сферу действия Духа Святого. А кто не будут очищаться, не будут каяться, их погружать будет Господь в сферу суда. Вот такой ответ. Еще один вопрос. Римлянам 1 глава 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Вопрос, что за сила и в чем она заключается? В этом тексте есть ответ. Это сила Божия, это сила ко спасению. Это сила воскресить духовно мертвого человека. Это сила наделить его жизнью новой, жизнью вечной, жизнью воскресения. И вот через благовествование вот эта сила открывается. Каким образом она открывается и в ком? Здесь написано, в нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведной верой уже будет. Открывается в тех, которые верою принимают Евангелие, верою принимают оправдание, и Бог объявляет таких праведными. В них начинает действовать эта сила Божия, сила спасения, сила воскресения, сила Духа Святого. Спасибо.